Здравствуйте друзья мы сегодня обобщим немножко события недели ну и как бы главное событие недели это вот большой общественный резонанс который имел место в связи с событиями в Шарлоттсвилле даже не столько с событиями сколько с тем как эти события были интерпретированы в частности президентом Соединенных Штатов и надо сказать что у него совсем не осталось союзников и поддержки в том как он вот высказался и что он сделал с этим делом то есть фактически он поставил на одну доску абсолютно таких в Америке держат за отребье полное и так далее то есть отребье тоже имеет право так сказать на некоторые вещи гарантированные конституцией то есть какими бы мерзопакостными не были твои взгляды с точки зрения может быть других людей ты имеешь право высказывать эти взгляды и никто не может тебе запретить этого делать и так далее вот это все правда но там усугубилось это тем что вот эти куклосклановцы они там с оружием пришли не просто с оружием они пришли с автоматическим полуавтоматическим оружием в камуфляже с бронежилетами то есть люди не шли на мирную демонстрацию все-таки первая поправка конституции говорит о том что люди имеют право на выражение собственного мнения безусловное право любого мнения но там есть слово мирно мирно понимаете люди не идут на мирное выражение мнения вооружившись до зубов полуавтоматическим оружием то есть это конечно то есть я думаю что если бы это попало куда-то вот в суд рассмотрение этого вопроса значит имеют ли они защиту первые поправки в данном и конкретной ситуации то вот учитывая то количество оружия которое там было и так далее там на что говорить то есть запугивание других людей запугивание других людей является грубейшим нарушением первые поправки конституции то есть если ты выходишь в парк выразить свое мнение другие люди тоже могут выйти в парк выразить свое мнение мирно мирно ты мирно и они мирно но если ты вооруженный до зубов вот и в общем это конечно специфическая ситуация там ну как бы на самом деле защитить их защитить их в каком бы то ни было аспекте реально невозможно и вот это то что пытает пытался и пытается до сих пор сделать президент трамп у него практически нет в этом деле поддержки не только на левом фланге но и на республиканском очень-очень уважаемые и влиятельные люди среди республиканского истеблишмента дистанцируется открыто то есть если раньше они так просмотрели в сторону но молчали они они перестали молчать то есть они уже говорят ну то есть уже ну совсем уже так нельзя да и и такая такая вот сложилась ситуация и я хотел вот что сказать тут пару дней назад приходили такие очаровательные молодые люди на он из россии она из канады путешествует тут по америке это не джон и его там он из канады она из россии здесь все наоборот в общем короче они путешествуют зашли поболтать и вот девочка из канады она из манреаля рассказывает что когда сторонники отделения квебека вот хотели там прийти к власти они а тогда это был очень острый вопрос повышение цен на высшее образование все были возмущены и они сказали мы оставим вот как есть я не переноскали что будет бесплатно я не знаю детали и они получили большинство и они правда референдум который они сделали не набрал достаточно большинство но что произошло люди которые хотели решить вопрос с высшим образованием с ценами на высшее образование привели власти тех кто хотел вообще отделить квебек от канады понимаете то есть она как так сформулировали очень понравилось я вот вам хочу передать эту формулировку то есть мысль такая что мы когда выбираем политическую партию какую-то вот мы голосуем за этих или за тех мы получаем некий букет в том что мы выбрали букет и не все цветочки в этом букете нам могут нравиться ну или или пакет читал можно так сказать пакет пусть будет букет не все цветочки в букете нам нравится но их выдернуть нельзя потому что вот мы голосовали за весь букет например многие люди которые например в принципе неплохо относились там скажем к обаме или там клинтон я часто слышал но скорее среди наших соотечественных мира не говорили ну хорошо но это ладно это ладно но зачем же он тащит страну в таких количествах из мусульманских стран вот этих беженцев которые вот же есть опыт европы мы же видим что это абсолютно неорганичный материн для америки материал это же такое проблемы будут и так далее то есть вот 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 этот цветочек не устраивал кого-то на друг от них один цветочек других другой цветочек но получается что всякий раз когда мы делаем выборы да мы говорим хорошо для нас вот из этого букета важно что есть вот там гвоздика и тюльпан остальное же хрен с ним теперь что получается что среди людей которые голосовали за трампа крайне мало но гораздо меньше чем на нашем канале я вас уверяю людей которые как бы за фашистов за куклу с клан за то чтобы черных запугать за то чтобы евреев запугать вот я читал рассказ раввина вот этой шарлотсвилл синагоги там напротив значит дежурили люди в камуфляже с оружием полуавтоматическим а на фашистских сайтах там были призывы прийти и поджечь синагогу и у них сервис был там 40 человек и он говорит что я принял решение выпустить их через черный ход во избежание там каких-то возможных инцидентов это мы сегодня через черный ход людей выпускаем чтобы не дай бог чего не случилось вот это вот и вот такой букет эти они этого цветочка те кто закрыт за трампа голосовал они не хотели этого цветочка они даже когда например возмущались нелегальной иммиграции я кстати тоже считаю что это безобразие то что происходит с границами и как люди попадают страну и что потом происходит я кстати тоже этот цветочек мне совсем не нравится но их интересовал не этнический состав вот дело не в том что это были латинос а если вы скажем голландцы или там шведы через границу шли то это было бы нормально нет но в целом непорядок в государстве эти вот экономические тоже последствия и так далее но они не имели ввиду что давайте мы сейчас всех латинос там прижмем или там давайте мы там мусульман прижмем или давайте мы там черных прижмем это на русской улице обычное дело вот с кем не поговоришь вот там кто за него голосовал все вот начинают вот об этом это их проблема но я мы их оставим стороне это не америка америка не голосовала за трампа чтобы он вот это делал и вот они сейчас оказались перед таким выбором когда вроде бы то они голосовали за экономику за то чтобы там инфраструктуру построить за то чтобы создать какие-то возможности вернуть деньги в страну которые компании не возят там и так далее здравоохранение там какое-то сделать что обама кир далеко не очень далеко то чтобы быть приемлемым так скажем и тогда люди вот этого хотели а что же они получили и вот этот вот как сказать шок можно сказать он уже добивает республиканский истеблишмент который вроде ну как-то но сидел можно сказать в этой ситуации что сам что тоже интересно дело в том что поскольку трамп в лице в глазах своих сторонников он как раз и пришел в белый дом для того чтобы дать шороху всему этому истеблишменту то есть вот то что вот вот эти вот люди там казалось бы уважаемые там ну кем уважаемые в отдельный вопрос но вот эти уважаемые республиканцы и авторитетные республиканцы сенаторы то что они говорят что он ну совсем уже съехал некомпетентен и вообще не соответствует должности они открытым текстом что не соответствует занимаемой должности и там серьезное дезертирство пошло из тех рядов которые ну как то вот тут были и даже сторонников таких довольно как-то ярых то есть уже неприлично становится и это как бы поднимает его в глазах электората вот того того лектората вот того который как бы ну вот там из twitter вот эти идейные бойцы вот потому что он шел белый дом чтобы дать шороху он дает им шороху это что истеблишмент против него начинает настраиваться это как бы подтверждает что это наш наш пацан бы за правильного голосовали проблема состоит в том что все-таки это не диктатура а все-таки демократия соответственно провести закон без того чтобы там поддержали конгрессмены ты не можешь управлять только декретами ты тоже не можешь даже вот скажем иммиграционные дела это все-таки нужно принять закон и если ты имеешь дело с конгрессменами которые уже даже пришли в ту точку когда они тебя начинают посылать откровенно тебе очень трудно их потом склонить к тому чтобы там голосовать ну хоть или запугать он он как в основном запугивает что мы тебе сейчас там вот это устроим а кто ты вот вот что ты можешь такого сделать если тебя уже все послали он как бы в изгое такого превращается и мне из всей этой истории вот как-то довелось задуматься на тему о букетике с разными цветочками и что мы можем сделать у нас есть пассивная позиция я возвращаюсь букет у нас есть пассивная позиция одна из возможностей мы говорим ну вот есть там два букета ну голосуем вот за этот ну потому что тот еще хуже там да вот люди выбирали между двоя букетами и оба букета плохо пахли я вам хочу сказать это это уже тогда было понятно но но вот как-то выбирали есть другой момент может быть активная позиция активная позиция состоит в том что ты говоришь вот я в целом склоняюсь вот к этому букету но вот те цветочки вот эти вот цветочки значит надо бы их оттуда убрать какой у тебя есть инструмент чтобы убрать значит вот есть способы проявления политической активности вот люди там подписывают петиции люди ходят на встречу там с конгрессменами с кандидатами и так далее они высказывают свое мнение и те слышат свой контингент и как-то начинают может быть ну реагировать если вещь какая-то не популярна действительно не попал не только ты вот сказал но много таких как мы мы говорим ребята так не надо они начинают сдвигаться и абсолютно любая политическая партия если она видит что контингент как бы ее избирателей движется куда-то они они пристраиваются к нему они не хотят их потерять поэтому вот такой путь такой путь как только ты понимаешь что ты можешь влиять на содержание букета значит так в этот момент ты принимаешь решение ты говоришь или я пошел влиять или говорить ну я так уже хрен с ним там уже проголосую ладно а многие люди вообще не ходят голосовать то есть чудовищный процент американцев просто голосовать не ходит потому что этот букет плохо пахнет и этот букет плохо пахнет и и как бы они даже и не верят что их голос чего-то стоит потому что проголосуешь за хоть кого а дальше все это выяснять что это фигня предвыборная болтовня у них какой-то свой узко корпоративные интересы и что за них вообще голосовать интересно да за последние вот эти 27 лет что мы живем соединенных штатах ни одна избирательная компания и ни одно реальное президентство не приводило к такому количеству мыслей там и конституции о том что за что защищено что не защищено что можно что нельзя и так далее у нас сейчас такое бурление происходит народ активно роет пытаясь понять вообще в каком же мире мы живем потому что очень многое из того что казалось вообще немыслимым она вдруг сегодня начинает происходить и мы спрашиваем себя это это что так можно это может да такая вот интересная история счастливы друзья